Сегодня у нас в гостях сопредседатель регионального отделения Общероссийского Народного Фронта Виктория Калмакова. Здравствуйте, Виктория Викторовна. И тема нашей беседы это исполнение майских приказов президента. УНФ контролирует качество выполнения указов? Да, конечно. Наша основная деятельность общественников это контролировать майские указы президента во всех отраслях. Не только в социальной сфере, но и в сфере строительства. Конкретный пример недавно продемонстрировал качество выполнения этих приказов в Кяхтинском районе, в поселке Наушке. Не достроили дом для переселения наших жителей с 40 семей из аварийных квартир. На главу завели уголовное дело. Приехал представитель Центрального Фронта. Центрального, простите, Общероссийского Народного Фронта. Каковы результаты? Вот вы сами верите в то, что жизнь к лучшему изменится. Какое дело мы начали доведем это дело до конца. Я думаю, что мы доведем это дело до конца. Этим вопросом по Кяхтинскому району Наушке, по 111 микрорайону мы занимаемся в течение года. Мы обнаружили в результате вопросы по Наушке первыми, потому что неэффективность строительства, вложенных около 26 миллионов рублей, она налицо. Коэффициент неэффективности трат очень высокий, потому что здание обрушилось. 40 семей осталось без качественного жилья. И поэтому Центральный штаб помог нам в нашей работе. Мы обращались и в прокуратуру. И результатом этого, я думаю, что встали вот эти внеплановые проверки администрации Кяхтинского района. Центральный штаб помог нам в чем? Потому что он проспектировал не только Кяхтинский район, но и Селингинский район, как проводится программа, реализуется программа переселения из ветхоаварийного жилья. В Республике Бурятия около 7 миллиардов рублей должно направиться из федерального бюджета на эту программу в течение 5 лет. 5-летняя программа идет, и уже первый этап ее реализован в 2013-2014 году. Около 2 миллиардов рублей реализовано. Но нет такого объема, нет такого качества именно в территории, где самыми признаны кризисными. Это территории 111 микрорайона. Там же проехал Центральный штаб именно по этим объектам. Взял независимую оценку от жителей, не только от общественников, но и от жителей, которые обеспокоены проблемой переселения из этого жилья, предоставляемое им жилье. Куда эта информация была приведена? Я думаю, что город общественный провели круглый стол, пригласили представителей мэрии, Министерства строительства, потому что они отвечают за реализацию этой программы, за качество и своевременность, и выполнение объема в рамках этой программы. Мэрия, я думаю, пообещала, что она найдет то жилье, которое послужит возможностью переселения этих людей, так же, как сделал Кяхтинский район. То есть 40 семей будут переселены в более качественное жилье. Я думаю, эти 8 семей в 111 микрорайоне будут так же и предоставлены другое жилье, которое будет соответствовать требованиям. То есть это жилье достанется навсегда, или все-таки на время, пока не исправят все недостатки, дефекты, или пока не построят... Кяхтинский район, я думаю, что это навсегда, потому что здание-то разрушено. А 111 микрорайон, да, это то жилье, которое называется пока временным, для того, что невозможно им жить, наступает зима, наступает холода, и те вопросы не решены. И термин условности этого жилья, пригодности к этому жилью, я думаю, по мнению Центрального штаба, он встал под сомнение. Потому что как условно быть пригодным? Условно пригодным, оно такое... Условное жилье. Условное жилье, это не такого термина по всей России. Быть странно, что получился у нас такой термин в Бурятии. Но тем не менее, насколько мне помнится, представитель УНФ Центрального штаба заявил, что этого дома даже нет в списке, вот этой программы по переселению. То есть ее оттуда вычеркнули, как будто бы дом уже построился, как будто бы его сдали, и как будто бы счастливые новоселы уже там проживают. Эта информация, ее собрали, ее доведут в Москве. Я могу вам сказать, что мы, общественники, активисты, эксперты УНФ, мы определяем результаты мониторинга. Мониторинга по качеству переселения. Вот эту информацию предоставили мы. Мы с ней отрабатывали, пригласили в Центральный штаб. Кроме этого, мониторинга переселения из ветхоаварийного жилья, у нас буквально подведены итоги, итоги мониторинга качества капитального ремонта. Десять объектов нам определены уже Москвой, где есть вопросы по эффективности трат этих средств. Большие средства направлены на капитальный ремонт. К сожалению, результаты этого неутешительные, а также направлены в Москву. А почему такие результаты? Сейчас, еще кроме этого, мониторинг у нас идет по 30 объектам по доступной среде. Мы начинаем именно с завтрашнего дня, где эти деньги были направлены, куда, и как они эффективно истрачены. А почему неэффективные траты? Я думаю, что прежде всего от честности тех людей, которые отвечают за этот вопрос работы. Я думаю, тут все-таки человеческий фактор. Не зря уголовные дела возбуждаются, и не только у нас в Бурятии, но и по всей стране. Потому что программа очень финансо-затратная, и она направлена для людей, и должна действовать для людей. Чтобы нельзя, чтобы люди переселялись в центральной части городов, допустим, у нас как в Улан-Удэ, 111-й микрорайон, чтобы они приезжали в некачественное жилье, без развития социальной инфраструктуры в соток кварталах. И чтобы они, извините, писали, били во все колокола. Этого не должно быть. Хорошо, здесь у нас явный показательный пример по программе переселения. А что касается по капитальному ремонту, там есть какие-то вот такие вопиющие факты? Вы можете обозначить? Почему центральный штаб даже обратил внимание на Бурятию? Не центральный штаб, это задание полностью не только для Бурятии. Центральный штаб дал задание всем субъектам. И спустил определенные объекты, наиболее затратные по капитальному ремонту. И вот эти ремонты, качество ремонтов проведено отвратительно, честно говоря, по всем 10 объектам. Эти объекты мы это все поставили на свой сайт, эту информацию, какие объекты мы проверяли. Из множества объектов, где проводится капитальный ремонт. И я думаю, что все жители республики Бурятия могут ознакомиться с этим на сайте ОНФ уже сегодня. Кроме того, что я хочу сказать по коэффициенту неэффективности трат. Вы контролируете все расходы, и есть группа за честные закупки, которая смотрит, как проводятся аукционы, как проводятся тентера. Обоснована ли эта трата денег на определенный комплекс мероприятий. Вот, допустим, как пример, много очень автомобилей, которые мы завернули закупки, приостановили деятельность именно по оборудованию, не могу сказать, а по автомобилям, импортно-иностранного производства. Есть вопросы закупок по пенсионному фонду. Мы, Бурятия, Иркутяне, Яринбург, поставили вопрос по необоснованным, за высоким тратам на празднование 25-летия пенсионного фонда. И я думаю, что эти траты, допустим, это, грубо говоря, миллион, это Бурятия, 800 это в Оренбурге, около 600 там в Иркутске. То есть те деньги, которые, я думаю, что прежде всего нужно думать руководителям, которые оказывают населению социальные услуги, направить ли их для населения, или направить их для населения, или направить их для очистывания своих сотрудников. Прежде всего, я думаю, на чашу весов должно бы стать население, народ. А касаясь доступной среды, представитель Общероссийского народного фронта проверил, как Улан-Удэ реализует эту программу, что конкретно, какие у нас замечания. В феврале, это у нас был первый этап мониторинга, мы проверили Бюро медико-социальной экспертизы на предмет доступности для инвалидов их помещений. Не только услуг, на качество услуг, но и их помещения. И я думаю, что неутешительные результаты по ортопедическому предприятию, которое именно проводит оселительные инвалиды с ограниченными возможностями в движении, именно которые приезжают туда на колясках, оно в первую очередь не соответствует тем требованиям российского знагальства по ширине проемов, по пандусам, по дверным проемам и вообще по другим атрибутикам доступной среды. Это не должно быть так. Потому что Бюро медико-социальной экспертизы находится в приспособленных помещениях, арендуемых помещениях, и они не могут выполнить все требования по доступной среде. У нас такая же проблема с поликлиниками. То есть зачастую просто невозможно даже с коляской заехать, не то чтобы инвалиду подняться в здание. Да, я думаю, что не только образование, но и здравоохранение. Они работают в рамках программы по доступной среде. А вот насколько качественно и эффективно расходуются эти средства, которые направляются на условиях софинансирования из республиканского федерального бюджета, мы должны проверить именно в октябре, в ноябре. И завтра мы начинаем этот мониторинг. Взяты на мониторинг 30 объектов. И я думаю, что результаты мы также осветим и на сайте, и пригласим журналистов, средства СМИ. Я думаю, что всегда приходят на встречу с общественниками. И наша оценка будет достоверной. И я думаю, результаты этого оценки найдут свое решение в каких-то законодательных актах. Потому что на сегодняшний день, к сожалению, то, что мы имеем в образовательных учреждениях и в здравоохранении, основное оставляет желать лучшего. Хотелось бы, чтобы все сделано, как написано в законе, как написано в методических требованиях. Есть свободная трактовка, и она не должна быть. Да. Сегодня мне стало известно, что ОНФ, наше региональное отделение, собирается провести мониторинг, или уже провел мониторинг по предоставлению социальных услуг населения в пригородных районах Улан-Удэ. Это и Волгинский район, Заиграевский, это Боготайский. Что там не так? Почему майские указы там не выполняются? Что вообще имеется в виду? Это наш уже второй этап мониторинга. Потому что социальная структура в пригородных районах, она оставляет желать лучшего. Ее можно сказать, она не то что слабо развита, ее можно сказать, ее и нет. Потому что сотые квартала, это юго-западное направление, но, к сожалению, застройщиками не выполнено. Именно нет такого количества школ. Это всего лишь 63-я школа взяла на себя весь объем оказания образовательных услуг. Нет там вообще амбулаторий, кроме 113-й, которая 20 лет тому назад построена. И не то что построена, она находится в приспособленном помещении в трехкомнатной квартире. Невозможно именно иметь такой набор помещений. Нет тех, которых мы хотели в проекте получить амбулаторий, поликлиник, и школ, детских садов. К сожалению, пока нет. И Волгинский район. Мы буквально начали в том году делать тревожную карту по объектам социальной инфраструктуры. И именно Волга, Тарабагатайзе, Играево вошли. И Волгинский район, это поселие, это ХОТБИ, это те, которые выросли, наши как грибы, населенные, можно сказать, пункты большие, имеют очень старинное здание под школу и старинное здание, менее старинное, под амбулаторию, которое, к сожалению, не такое количество населения, не 18-го года, 18-го века застройки. Представляете, что это такое? Это старое, ветхое жилье. И мы вот хотим узнать во время нашей проверки, что изменилось, какие программы вошли. Потому что я знаю, что делала у нас переписка, я не знаю, что они очень били колокола, входили в программы республиканские, насколько эффективно это сделано, как быстро это сделано. И самое главное, чтобы от этого район, народ не пострадал района. Тарабагатайский район, это большой куст ДНТ, около 50 ДНТ выросли возле города Улан-Удэ. Тоже без социальной инструктуры, к сожалению, они построились. Заикраевский район. То же самое про вопросы ДНТ. Нет определенной численности. Было, когда мы приезжали, не была определена численность потребителя услуг социальных именно в ДНТ, СНТ. Один говорит, одно число проживающих, другое, другое. Что систематизировано, как изменено, мы поэтому выезжаем буквально на этой неделе и на той неделе. Что ж, будем надеяться на успех в вашей работе. Спасибо вам, Виктория Викторовна. Я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был сопредседатель регионального отделения ОНФ Виктория Комакова. Спасибо. Спасибо.